Наркозависимость – одна из серьезных болезней нашего общества. Специалисты бьют тревогу. Идет медленное добровольное уничтожение собственной жизни, воли, разума, способностей. И хотя ведется большая профилактическая работа, разрабатываются новые методы лечения зависимых, о победе говорить пока рано. Самые большие зоны риска – это город Чебоксар, Новочебоксарск, Канаш, Алатарь, Шумерля, а из районов Ядринский и Козловский. То есть общее количество лиц, которые потребляют наркотики и уже установлен диагноз синдром зависимости от наркотиков, составляет 2640 человек. Я хочу сказать, что в нашей республике ситуация относительно стабильная и имеется тенденция к оздоровлению этой ситуации. Потому что по сравнению с прошлыми годами идет уменьшение числа лиц зарегистрированной службы. Самостоятельно за лечением обращаются немногие. Осознание проблемы – процесс сложный. Чаще всего наркозависимых приводят в больницу родственники, либо доставляют правоохранительные органы. В республиканском наркодиспансере мы встретились с людьми, которым удалось справиться с пагубной привычкой и спасти свою жизнь. Я понял просто, мне одеваться уже было некуда. Просто я был на грани жизни и смерти. Когда я сильно болела, у меня была болезнь, я пошла в больницу и мне сказали, что кашель у меня и нет этого вызова. Я пошла потом проверяться, сдала все анализы. Мне сказали, что я наркозависима. Позвонили родителям. Родители в шоке были. Родители все время меня не понимали. Я почти с ними не разговаривала. Была коронным ребенком. В России в соответствии с законодательством есть возможность обязать человека пройти диагностику и лечение от наркозависимости. С молодым человеком по имени Дмитрий так и произошло. Лечиться его обязали. А осознание того, что это единственный выход для продолжения нормальной жизни, пришло чуть позже. Пропали припады настроения. Стало проще воспринимать мир. Отношения улучшились с родителями. Да в целом он стал более продуктивным. Перестал пройти время на ненужные вещи. Да и в целом для этого жизнь. Если они проходят все этапы лечения, то 63% возвращаются к жизни. Если, да, к нормальной жизни. Поддерживающая терапия, которую нужно проходить бывшим пациентам наркодиспансера, очень важная составляющая их новой жизни. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок. В поле каждый колосок. Речка, небо голубое. Это все мое, родное. Это родина моя. Всех люблю на свете я. Рецепты специалистов просты. Для того, чтобы не попасть в зависимость, нужно быть активным, заниматься учебой, заниматься творчеством, заниматься спортом, любить себя и своих близких. И самое главное, чтобы никогда не кусать локоть, помните, что есть путь в никуда, когда перечеркнется все. И лучший вариант этого пути в никуда может завершиться на кладбище. Тогда все вздохнут спокойно. Но это жалко. А другой это причина. Инвалидизация, болезни, ВИЧ-спит, туберкулез, тюрьма и больничная койка. Поэтому обращайтесь к жителям нашей республики. Берегите себя и берегите своих детей. Татьяна Трофимова, Сергей Адушкин, Арена Гавилян, Республика.